Удивлять и развлекать. Один из лозунгов прежнего руководства Владимира Сузельского музея-заповедника, кажется, вновь дал о себе знать. По имеющейся у нас информации, с понедельника 3 декабря научные отделы Музейной империи региона реорганизованы. Оставшихся научных сотрудников перевели на должность специалистов выставочного отдела. Делали это, конечно, по согласию сотрудников, но по информации общества друзей музея-заповедника, вариантов людям просто не оставили. В музее директорам был издан приказ, согласно которому научные сотрудники должны были подписать соответствующий документ, бумагу, о том, что они согласны на перевод на вот эту новую должность сотрудника проектно-экспозиционного отдела. И в противном случае, согласно приказу, им грозило увольнение. В результате получается, наука музею не особо нужна, и теперь время его сотрудников будет посвящено организации новых выставок. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию о закрытии научных отделов, наша съемочная группа отправилась в Музей природы, где, к слову, экспозиция настолько постоянна, что любители музея могут с закрытыми глазами рассказать, какой из экспонатов где находится. Сегодня в Музее природы прошло открытие выставки под названием «О чем молчат рыбы». На ней присутствовала и временно исполняющая обязанности нового руководителя музея Мария Родина. По словам бывшего заместителя гендиректора по научной работе, ничего страшного не произошло. Мы не обязаны отчитываться перед городской общественностью, какие отделы мы создаем. Научные сотрудники остались. У них был сформирован из нескольких отделов один и большой проектно-экспозиционный отдел, который будет заниматься созданием, разработкой проектов новых экспозиций. Примерно так же отвечал и экс-директор Владимира Сульского музея-заповедника Игорь Конышев, когда закрывал детский музейный центр. По словам нынешнего музейного руководства, поменялись лишь наименования должностей специалистов, но функции остались прежними. Но для чего было создавать один большой отдел и менять должности научных сотрудников? Предоставить внятный ответ не только общественности, но и СМИ, руководство музея, похоже, не намерено. А пока Владимира Сульский музей-заповедник переживает новую реорганизацию, жители Владимира обеспокоены тем, что происходит в бренде региона. Теперь неизвестно, что будет с этим музеем. Мы очень переживаем за это. Очень-очень тревожно, что происходящие в музее изменениях не мешают посетителю. Уходят работники, уходят опытные специалисты. И некому уже рассказать о том, как все начиналось и как все это создавалось. Мнение жителей города разделяет и почетный президент музея, герой труда Алиса Ивановна Аксенова. Именно при Алисе Аксенове в музее активно занимались научной деятельностью. Почетный президент Владимира Сульского музея-заповедника и сама написала не одну книгу о Владимире и Суздале. Эти труды сегодня пользуются спросом у любителей истории. Напомню, Алиса Ивановна выступала с резкой критикой работы Игоря Конышева. Но после его отставки политика нового времени осталась прежней. По словам Алисы Аксеновой, новое организационное решение продолжает вести музей к разрушению. А слова о том, что функции научных сотрудников сохранятся, не соответствуют действительности. Это нарушение основ основы. Любой музей, вы знаете, он не может быть без научной работы. Даже маленькие, маленькие музеи, и те обязательно какие-то темы выделяют, работают над ними. Потому что музеи это не склад, куда привозят, инвентаризируют и спокойно продолжают работать. Будущее музея для всех остается неопределенным. Куда вывернет кривая музейных перипетий? Ответ на этот вопрос, видимо, даст только время.